Масло Технологии дошли до того, что Не нужно уже использовать масло Есть антипригарные покрытия На самом деле вообще не нужно жарить на масле Я всем советую взять сковороду Гриль или есть другие способы Приготовления Особенно не стоит на сливочном масле жарить Потому что там, во-первых, холестерин И когда мы его еще Это единственное масло, которое содержит холестерин И когда мы на нем жарим То есть мы наносим колоссальный Вред нашему организму Но зато как вкусно бывает на сливочном масле А как же вот эти мраморные стейки Которые с розмарином А вы пожарьте их на сковороде гриля Это будет просто пальчики оближешь Давайте разбираться, какое здесь масло Это оливковое, я так поняла Два оливковых, да, я вам принесла По запаху мы уже поняли Мы по запаху, да, определили Это рафинированное Вот если мы возьмем нерафинированное И рафинированное То рафинирование Оно будет более полезно Точнее оно полезно Да, и нам его можно вот в таком количестве Употреблять в течение дня И нерафинированное Но если вы, конечно, не можете жарить без масла То лучше жарим мы на нерафинированном Но в нем пользы нет И что бы хотелось отметить Что если вы жарите куриную диетическую котлетку Без добавления масла Она будет у вас составлять, допустим, 100 калорий А если вы добавили масла Как только добавили масла То вы прибавили, если 20 грамм То вы, считайте, 100-180 калорий Прибавили к этой котлетке Это огромная порция Потому что 100 миллилитров масла Это порядка 900 калорий Да, 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 да Кошмар! Сливочном немножко меньше Его можно, конечно, на бутербродик Или в кашу 5-10 грамм Допустимая норма Оно будет тоже полезным Ну, есть же полезное масло Оно все полезное масло Кроме рафинированное Если вы на нем не жарите И добавляете его определенное количество Давайте про салат Какое масло лучше добавлять в салат? Если очень вам подходит вкус То лучше и очень полезное леное масло Оно содержит омега-3, омега-6, омега-9 Да, леное масло есть Вот оно Нет, это масло тмина Леное, наверное, вот Да, вот это леное Советует его еще так пить Но лучше добавить его в масло Да Если вам хочется какого-то экзотического вкуса Вот есть Допустим, трюфельное Вот это, да? Трюфельное? Нет, нет, вот это С трюфелем, вот Евгения, понюхайте Это вообще не масло Это масло Нет, это не масло Ой, понюхаю, какой вкус Вот видите, Антон, не нравится Это трюфельное масло Оно содержит аминокислоты, которые тоже помогают Какие у всех разные вкусы Я буду с удовольствием таким маслом заправляла салат Женщинам, да, нам, девушкам, очень нравится вот это вот масло Потому что оно омолаживает нас А ты, может, не разнюхал просто? Давай еще раз Можно выпить Разнюхал В общем Уж глаза разъедает Масло полезно в определенных количествах Не нужно его бульками наливать в салат А измерять нужно ложечкой Оно тогда приносит только пульс Какое количество масла, ну, то бишь, соответственно, и жира, да, растительного Должно приходиться в день к организму? Ну, у всех организмы разные, у всех деятельность разная Ну, нам, как демушкам, допустимо, 10 грамм 10 грамм на сутки? Да, будет достаточно А мужчина? Это сколько? Ложка стола? Ну, вот тут, наверное, будет как раз Около вот 10 Нет, вот около вот этого На салат, да Это же не хватит Там же помидорки блестеть даже не будут Вам, может, там, две Две Ты же с трюфелем Ты знаешь, сколько масла выбрать? Если трюфельное, то тебе хватит Я думаю, почему денег нет в семье? Потому что на масло все уходит А вы плюхнешь, ты полбутылки оливкового за 700 рублей И все, и денег нет И пользы нет А если что-то трюфельное, так оно, наверное... Какое из этих масел самое дорогое? Трюфельное А еще у нас есть масло из черного тмина То есть вот это вонючее, невкусное, ужасное масло самое дорогое? Да, оно вкусное За счет того, что там есть трюфель Трюфель очень дорогой И так как мы, ну, как бы не можем позволить у себя в Сибири кушать трюфель Мы можем добавить в салат с рукколой, допустим, масло с трюфелем Ну, вот какая ценовая категория, примерно? Ну, вот такая бутылочка у него стоит, ну, у меня свои места, около 300 рублей Я уже захотела себе такое масло 250 миллилитров, 300 рублей В принципе, недорого Это больше, чем рубль за один миллилитр? Вычислил Ну, мы лишь говорим о пользе продукта Да, говорим о пользе, конечно, и о запахе Ну, по большому-то счету, трюфель, он пользы не добавляет, он добавляет только аромат Аминокислоты там есть Аминокислоты, понятно Да, которые способствуют нашим... Да зачем ты его уже нюхаешь в третий раз, и хоть тебе не нравится? Я даю ему шанс Ты надеешься, что что-то отменяется? Мне понравится Мне кажется, что Антон просто немножко лукавит, что ему не нравится Антон очень классно Я лукавлю Что если вам что-то не нравится, ни в коем случае не стоит употреблять И ни в коем случае не стоит себя заставлять Так, вот сейчас Дима, оператор, давай тоже Диме можно даже немножко лизнуть Так, 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 я вижу, что уже... Минус один? Яночка, продюсер, давай, Яна, понюхаем Ну как? Вот, это просто женские, мужские, видимо Я туда пошел Так, ну сейчас Антон проверит все возможные варианты Вернется и скажется К слову сказать, у нас в аппаратной тоже сидят в основном мужчины Поэтому сейчас количество у нас сразу же изменится, баллов Тогда мы будем знать, что это масло больше для женщин Мы будем называть его женское масло Женское масло А сливочное мужское Так, возвращается, сейчас мы узнаем наконец-то результаты Так, я вижу уже, что звукорежиссер, потому как он надернул голову Ему не понравилось Да нет, ну неужели? Катя, ты не предавай нас Катя, не позвони нас Ну что, возвращается Антон? Итак, по итогам нашего социологического нюха Пять человек против трех Пять, пяти людям не понравился запах Пять человек Они еще не пробовали, может быть им понравится вкус А это было самое дорогое масло Ничего вы не понимаете Ладно, спасибо вам большое Действительно, на вкус и цвет нет, товарищи Но я пока трюфельное масло не понимаю Поэтому буду использовать обычное оливковое Да, будем знать, по крайней мере, что на сливочном Хотя и раньше мы об этом знали Лучше не жарить Но зато так вкусно Но зато так вкусно